Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телеканал Телемост продолжает свою серию уроков на бильярде. На нашем прошлом занятии мы с вами получили достаточное количество знаний об основах бильярда. Но, как вы сами понимаете, это только верхушка айсберга. Игра бильярд складывалась и формировалась столетиями. И дошла до нас в том виде, в котором она сейчас есть, не сразу. На первоначальном этапе подготовки первое, на что следует обратить внимание, это выбор оборудования. В первом уроке мы с вами коснулись вопроса стандартов, предъявляемых к атрибутам игры на профессиональном уровне. Теперь будем разбираться подробнее. Итак, вот о чем пойдет речь на нашем сегодняшнем уроке. Бильярдный кий. Друг или враг? Зачем покупать кии за 60 тысяч долларов, если можно стать успешным игроком с более дешевым аналогом? Встать раз-два. Почему так важно научиться стоять у бильярдного стола? Заокеанская забава или серьезная игра? Разбираемся в правилах игры в пул. А также, как король Станислав умудрялся обманывать своих соперников в игре? И почему Томас Джефферсон нарушал закон, играя в бильярд? Ну что ж, друзья, давайте представим себя профессиональными игроками в бильярд. Мы выиграли множество титулов, стали известными, знаменитыми. И вдруг в какой-нибудь газете мы увидели заметку о том, что все наши заслуги и победы – это не что иное, как правильный выбор такого атрибута игры, как кий. Конечно, в наше время, будучи профессиональным игроком, такой упрек вряд ли можно услышать. Однако в 19 веке такое заявление об удачном выборе кия можно было услышать из уст друзей. Давайте посмотрим, действительно ли выбор хорошего кия может хотя бы на 50% привести нас к превосходным результатам игры. Только изготовленный руками профессионального мастера и грамотно подобранный кий поможет вам уверенно и комфортно чувствовать себя у бильярдного стола. Персональный кий, параметры которого полностью соответствуют вашим физиологическим особенностям, избавит вас от утомительной адаптации к общим клубным, так называемым, колодникам. Иметь собственный кий важно не только спортсменам, но и любителям бильярдной игры любого уровня. Качественный кий не обязательно должен стоить больших денег. Когда вы определитесь с суммой, которую решите потратить на приобретение кия, самое время узнать, на что следует прежде всего обращать внимание при выборе вашего инструмента. Во-первых, на длину кия, соответствующую по стандартам русского бильярда, 150-160 см. Чтобы определить идеальную длину вашего кия, рекомендуется руководствоваться так называемым принципом губ. Поставьте кий на пол параллельно телу и убедитесь, что так называемая наклейка кия находится у вас на уровне рта. Во-вторых, важно правильно подобрать вес кия. Он должен в 2,5 раза превосходить вес шара для русского бильярда – 280 граммов, то есть кий должен весить 680-720 граммов. Вес вашего кия определяете сами по уровню своей игры. Чем профессиональнее ваш подход к игре на бильярде, тем более легкий кий вы можете себе позволить. Обратите внимание на баланс – место на протяжении кия, в котором кий удерживает равновесие в горизонтальном положении. Баланс отчитывается от толстого края турника и составляет для русской пирамиды, как правило, 44-50 сантиметров. Баланс кия разнится в зависимости от предпочтений по дисциплине игры, также от ваших физиологических особенностей. Кий также должен быть математически прямым и иметь наименьшую вибрацию после удара. Проверить прямоту кия, возможно, положив кий шафтом на сукно, а турником на борт и покатав его. Чтобы проверить, не вибрирует ли кий, совершите пробный удар по шару. В качественном кии должны быть также строго выдержаны диаметры его частей, так как толщина основания турника не превышает 27-30 мм. Диаметр района скрутки – 18-20 мм. Диаметр конца шафта – особый вопрос. Для новичков в бильярдном деле наклейку лучше выбрать толще – 12,5-13 мм. Для бильярдного гуру необходима тонкая наклейка в пределах 11,5 и 12,5 мм. Она позволит выполнить в игре огромный широкий диапазон филигранных ударов. Не забудьте тщательно осмотреть структуру самой древесины, из которой изготовлен кий. Особое внимание рекомендуется обращать на материал шафта. Качественный граб для пирамидного кия проходит этапы естественной сушки не менее трех лет. Его структура – это абсолютно прямые, прямолинейно идущие, а не перемежающиеся наискость слои. Это свидетельство высоких технологий заготовки древесины. Клейный шафт со вставкой из композитных материалов, карбона или стекловолокна – дорогое удовольствие. Такая технология изготовления ударника позволяет увеличивать и жесткость, и упругость кия, однако не встречается в бюджетных моделях. Хороший мастер знает, что качественный ударный граб – залог профессионального кия. Важная часть кия – скрутка, ведь чем прочнее соединенные разборные части кия, тем точнее его центровка. Идеальная скрутка изготавливается не из пластмассы, а из легких металлов и сплавов. Самая привлекательная часть кия – турняк. Здесь мастер может позволить себе полет фантазии. Различные породы древесины, широкая палитра запилов, специальный декор дорогих моделей, инкрустации, обмотки. Чем выше плотность дерева, тем качественнее игра таким кием. Но для начального уровня вам подойдут и менее плотные породы, такие как амарант, лайсвуд, падук и другие. Наклейка кия напоминает толстую таблетку. Наклейка закрепляется на шафте кия. Для игрока в бильярд подбор наклейки является залогом успешной игры. Они изготавливаются только из кожи, в основном лося, бизона, оленя и буйвола. Наклейки для бильярдных киев делятся на однослойные и многослойные. У однослойных наклеек нет проблемы расслоения, и они, как правило, гораздо дешевле. Особенности многослойных наклеек – это предсказуемость при износе, так как делаются они с 5-12 слоев кожи, зависит от конкретной партии. И тот, и другой тип делятся на мягкие, средние и твердые. Твердые лучше передают энергию сильного удара. Они служат гораздо дольше, не деформируются от сильных ударов. Мягкие хорошо держат мел, дольше контактируют с шаром при ударе, ими можно выполнять более сложные удары с вращением. Размер наклейки подбирается по диаметру шахта Кия, в среднем это 13 мм. Ну вот, друзья, теперь мы с вами знаем, что выбор Кия – это непростое занятие и непростое дело, к которому необходимо подойти со всей серьезностью. Иначе, даже обладая хорошими навыками игры, вы не сможете добиться онлаймых результатов. Кстати, о навыках. Я уже достаточно рассказал о теории и правилах игры. Пришло время нам с вами приступить к практическим занятиям. И первое, что мы с вами рассмотрим – это правильная стойка у бильярдного стола. Итак, друзья, сегодня я вам расскажу про правильную стойку. В бильярде она очень важна. Для начинающих игроков я также рекомендую ее тренировать. И это очень поможет в будущем для правильного выполнения удара. И также это принесет большие плоды, потому что стойка очень важна. Это прежде всего нагрузка на тело, то есть баланс между твоим телом, руками, ногами. И, как говорится, если все будет выполнено правильно, если стойка будет близкой к идеальной, то удар будет выполнен хорошо и отлично. Остальное будет все зависеть от точности и от исполнения удара. Прежде всего нужно обратить внимание на ноги. Если игрок роста такого, как я приблизительно, то, конечно же, такому игроку более удобно ноги расставлять чуть-чуть пошире. Расстояние между ногами держать больше, тем самым он будет наклонять свой корпус ниже. Давайте просто я сейчас покажу, как сама стойка должна выглядеть. А каждый игрок, уже исходя из своих, так скажем, данных тела, будет под себя ее подстраивать. Начнем с стандартного расстояния от стола. То есть игрок прежде всего должен чуть-чуть выставить левую ногу. Если игрок правша, то он должен поставить прямо правую ногу. Левую ногу он должен выставить чуть-чуть вперед от правой ноги. Расстояние, как я уже говорил, все будет зависеть от того, какой у вас рост. И немножечко ее согнуть. Тем самым, опираясь на левую ногу, она должна быть немножечко согнута. То есть вся нагрузка тела будет приходиться именно на эту ногу. То есть в зависимости еще, кстати, это очень важный момент, в зависимости от того, где располагаются шары. Если шары располагаются довольно-таки далеко, то тело будет находиться максимально близко к столу. Но стойка при этом все равно должна быть правильной. То есть левая нога должна быть согнута, как я сказал, правая должна быть прямой. Могрузка будет на левую ногу приходиться. Если же шары стоят чуть-чуть подальше, например, биток, то, соответственно, игрок должен отойти чуть-чуть от стола и приблизительно встать где-то на этом расстоянии. Также это все, конечно, зависит от длины кия, от высоты, от роста игрока. Еще раз повторяем. Правая нога прямая, левая нога чуть-чуть вперед, согнутая. Вот. Ноги выставлены. Тело начинает сгибаться. И мы принимаем вот такое положение. Вот такое. То есть у нас левая нога немножко впереди, она у нас согнутая. Тело, соответственно, дает нагрузку на нее. А эта нога прямая остается. Для русского бильярда существует, наверное, множество стоек, и каждый игрок, будь то профессионал или любитель, в итоге все равно найдет для себя одну какую-то свою. Уже, наверное, кому, как говорится, удобнее, как приятнее. Но все же, как бы стандартная классическая стойка, она вот и должна быть такой, как я показал. Еще раз показываю. То есть правая нога прямая, левая выставляется вперед, немножечко сгибается, корпус наклоняется к удару. И, соответственно, вся нагрузка приходится на тело. Потом уже выполняется удар. Вот таким образом должно располагаться тело по отношению, соответственно, к столу и по отношению к своим ногам. То есть ваши ноги должны стоять правильно. Если у вас ноги будут стоять неправильно, ну, к примеру, вот я вот просто покажу стандартную ошибку у начинающих игроков, у которых замечал ее. Ну, они, кто-то вот так встает, это неправильно, кто-то там и вот так вот встает, ну, грубо говоря, кто как только не встает. Ну, в общем, это неправильно, потому что тем, с такой стойкой они ухудшают технику выполнения удара, соответственно, удар будет, мало того, выполнен из неудобного положения. Так еще к тому же он будет нерезультативным только из-за того, что у вас ваш корпус, ваше тело будет создавать нагрузку и мешать тем самым выполнению нормального результативного точного удара. То есть поэтому рекомендуется именно нормальная классическая стойка, которая принесет хорошие результаты. Правильная стойка, она к тому же еще очень важна для, так скажем, с годами, она принесет свои плоды, потому что если игрок начинающий, начинает играть именно в такой стойке, в правильной, он в ней и останется, вряд ли он перейдет на какую-то другую. Потом выполняется удар. Ну вот, я думаю, на этом все, как бы, что касается правильной стойки. Итак, друзья, я знаю, что поначалу вам все это покажется очень сложным. И главное здесь – это тренировка. Обратите внимание, как легко и непринужденно профессиональные бильярдисты принимают нужную стойку. А ведь когда-то они тоже мучились и заставляли свое тело принимать нужную позицию. Если вы проявите упорство и характер, то через некоторое время ваши друзья, знакомые и посторонние игроки будут восхищаться и удивляться вашим профессиональным подходом к игре. Ну ладно, давайте немножечко отдохнем от практики и дадим пищу интеллекту. На нашем прошлом занятии мы с вами достаточно времени уделили правилам игры на русском бильярде. Но ведь существует еще множество разновидностей этой игры. И сегодня мы перенесемся за океан в Соединенные Штаты Америки, где очень популярен такой вид игры, как пул. Итак, друзья, сегодня я расскажу вам о правилах такой игры, как американский пул. Самые две популярные разновидности американского пула – это восьмерка и девятка. В основном в них сейчас играют как в нашей стране, так и в Америке. Сейчас мы рассмотрим правила игры в девятку. Я специально расставил шары таким образом. Соответственно, существует такой специальный треугольник. Девятый шар ставится сюда, все остальные шары ставятся по номиналу. Игрок, получивший право разбоя, начинает разбитие из дома. Соответственно, разбивая весь этот ромб, при забитии шара он продолжает играть. При незабитии шара ход переходит к сопернику. Выиграть партию можно только забив последний девятый шар. Но сделать это нужно будет последовательно, забивая все шары по номиналу. Соответственно, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, только потом девятый. Это как бы основное условие игры, чтобы выиграть партию. Игрок, который, начиная, так скажем, серию или забивая первый шар, первый в том же числе он следующий, то есть, соответственно, шар по номиналу, он должен продолжать свою серию. Если игрок на каком-то шаре промахивается, игру продолжает соперник. Именно с того следующего по номиналу шара, который должен играться. И вся хитрость этой игры заключается в том, здесь очень важен один маленький такой момент, очень важный. То есть, если игрок может выиграть партию, забив девятый шар заранее, досрочно, то он обязан это сделать, забивая девятый шар через очередного шара. Объясню, допустим. Стоит такая ситуация. Шары раскатились. Девятый шар, к примеру, выкатился сюда. Очередной шар у нас первый. Игрок должен забивать его. Биток стоит здесь. Игрок может забить девятый шар через очередной, через первый. Это очень важный момент, который нужно знать игрокам, которые собираются играть в пул. Он может досрочно выиграть партию. Только через очередной шар девятка будет считаться правильно забитой. Соответственно, победа, это будет победа в партии. То есть, выглядит это примерно вот так. То есть, он бьет по первому шару и забивает девятого. Соответственно, это выигранная партия. Таким образом, он может выиграть партию, не забивая практически другие шары вообще. Либо не обязательно через первый, либо через какой-то другой, но только через очередной. То есть, соответственно, по номиналу. Упавший биток, естественно, это штраф Следующий игрок потом начинает играть, естественно, тоже по шару, который будет по номиналу следующим Ну, как бы это все, это основные нюансы этой игры Она не сложная, но как бы не сложная в том плане, что если будет позиция хорошая, то ее можно разыграть Но сложная, с другой стороны, тем, что здесь нужно мастерство, соответственно, выхода То есть нужно очень хорошо уметь делать выход Если позиция располагает к забитию группы шаров, там, трех, двух, четырех шаров, которые будут по своей, по ситуации несложными То лучше, конечно, делать выходы, стараться делать выходы и продолжать серию Соответственно, это даст игроку больше шансов закончить партию самому То есть без ошибки, не предоставив возможности играть сопернику Чтобы соперник после него, так назовем это, не подчистил и не закончил партию после стараний предыдущего игрока Я вам уже рассказал о правилах при игре в девятку Сейчас мы рассмотрим правила при игре в восьмерку Эта игра, так скажем, больше популярна для любителей и профессионалов, которые играют в пул Вот, и правила здесь немного отличаются Пирамида ставится, соответственно, уже не ромбом, а треугольником Пирамида расставляется таким образом Должны, шары должны чередоваться Шар сплошной, то есть полный, чередуется с полосатыми Восьмой шар, это самый важный шар в игре, так его назовем, он ставится в центр Вот, и обязательное условие постановки пирамиды Что нужно знать с особенным любителем То есть два крайних шара обязательно должны быть, соответственно, не сплошные и не полосатые То есть, грубо говоря, один должен быть сплошной, другой полосатый То есть они должны быть разными Вот, если игрок, который получил первое право разбое удара, забивает шар Не важно, будь то сплошной, будь то полосатый Вот, он, соответственно, продолжает забивать шары той категории, которую он забил Так это назовем Это, если падает, грубо говоря, при разбое сплошной шар, он будет забивать сплошные шары, полные Если падает полосатый, он будет забивать полосатый Если же при разбое, при первом ударе падают оба шара Он продолжает играть, выбирая себе более удобный шар, который он хочет забить следующий То есть, ну, стал, допустим, удобный полный, он забивает полный Стал удобный полосатый, он забивает полосатого В отличие от игры в девятку, правило восьмерку не обязует игрока забивать шары по номиналу То есть здесь шары делятся на две категории, как я уже сказал Это на полный и полосатый Игрок один забивает только полный, игрок два забивает только полосатый В зависимости от того, какой шар упал первым у конкретного игрока Восьмой шар, самый важный, забивается самым последним То есть, соответственно, сначала игрок должен забить все свои шары То есть полные или полосатые И только потом он должен забить восьмой шар в любую лузу, которую он заказывает Но очень важный момент, который также должны знать начинающие игроки Он должен забить восьмой шар последним, при этом не забивая биток Иначе это будет не просто штраф, иначе это будет проигранная партия То есть здесь очень важный момент Вот Еще один нюанс по поводу фола Если игрок совершает фол А фол в данном случае это падение белого битка в лузу То последующий игрок выставляет биток на любую точку стола И продолжает играть шары, которые он должен играть Ну, в данном случае, то есть Либо это, опять же, полосатый, либо полный Игра интересная Вот Она подойдет для начинающих игроков Здесь, как бы, профессионализм, он не особо нужен Но он очень так же хорошо развивает мастерство выхода И забитие шаров в том числе Ну, поскольку пул, игра легче, чем русский бильярд И забивает здесь шары легче Вот Я рекомендую начинающим игрокам начинать именно в нее Именно благодаря пулу они смогут отточить, соответственно, забитие шаров То есть забивает, тем самым их проще здесь, их проще забивать Вот так скажем Ну, в принципе, все по правилу, по поводу правил восьмерки Я уже сказал Главное, тренируйтесь, занимайтесь и старайтесь И тогда вас ждет успех Вот, друзья, сегодня мы с вами узнали много интересного и познавательного Но это еще не все Я предлагаю вашему вниманию посмотреть дайджест Об интересных фактах и событиях, запечатленных в истории бильярда Король Станислав Ануфрий является первым белорусским бильярдным шулером У него был бильярдный зал с сюрпризом Князь соорудил своего рода плавающий стол Он колыхался в момент прицельного удара соперника А когда бил сам король, становился нормальным Помогали Радзивиллу слуги, обученные раскачивать пол своими передвижениями по залу Академик Курчатов и его брат Борис часто любили расслабляться за бильярдом Маленький стол находился в библиотеке Расслаблялись физики, как правило, после 16-18 часовой работы в лаборатории На верхнем этаже особняка Монтичелла, принадлежавшего Томасу Джефферсону Скрывается бильярдное В его времена бильярд был запрещен в Вирджинии Так что великий американский государственный деятель регулярно нарушал законы Однажды пирамида могла попасть в знаменитую книгу в качестве вдохновителя рекорда Летом 2005 года гонщик Равиль Физуханов играл с другом Уступил ему и поспорил на кружку пива, что сможет побить достижения американцев Которые 8 лет назад, зацепившись за автомобиль, проехали на роликовых коньках со скоростью 103 км в час Равиль собирался разбить скорость 180 км У него были все шансы, так как за год до этого он подобным образом, но только на санях, разгонялся до тех же 180 К сожалению, к появлению рекорда помешали сотрудники дорожно-патрульной службы Историки бильярда до сих пор не пришли к единому мнению, когда был изобретен первый прототип игры Самая древняя находка, которую некоторые исследователи склонны назвать первым предшественником современного бильярда Датируется 3300 годом до н.э. Это комплект из 9 фишек, 4 шаров и 3 палочек Он был найден на раскопках детской могилы в Египте Для некоторых людей бильярд это музыка игры И они используют даже некоторые музыкальные термины Например, кикс в бильярде это неудачный удар А в музыке срыв звука или голоса на высокой ноте В далекие времена, когда бильярдное сукно не обладало современными термостойкими качествами Владельцам бильярдных столов приходилось частенько заниматься штопкой Например, одному такому любителю несказанно повезло Всего за один день игры ему пришлось заштопать 100 дыр И это все, о чем мы вам хотели рассказать и показать на нашем втором уроке У нас впереди еще много интересного и занимательного Следите за эфиром и не прогуливайте занятия До свидания Субтитры создавал DimaTorzok